Казанский университет посетили дипломаты стран Европейского Союза. Что же послужит основой для последующего сближения? 16 июня КФУ посетил АТАШЕ по образованию посольства Испании в Российской Федерации. В Институте психологии образования Казанского университета прошла встреча министра образования Республики Татарстан Энгелия Фатахова с магистрантами. Растущее признание КФУ на мировой арене подтверждает желание иностранных партнеров налаживать контакты на посольском уровне. Дипломаты заинтересованы в привлечении экспертов университета к обсуждению различных проблем, стоящих перед Россией и Европейским Союзом на пути укрепления взаимодействия. Что послужит основой для последующего сближения, расскажет Аделя Шумилова. Казанский федеральный посетили дипломаты стран Европейского Союза. Делегация приехала в Казань с двухдневным визитом, в программу которого вошел круглый стол с представителями КФУ. Ознакомил гостей с обширной деятельностью университета проректор по внешним связям Ленар Латыбов. Основная цель нашей встречи, это, я думаю, чтобы вы лучше узнали нас. Сам я дипломатом работал, и вот как я с вами послышал, мы уже с вами разговаривали. Я знаю, какая задача дипломата, это довести до страны, которую вы представляете, информацию реальную. После официального приветствия слово взял советник по политическим вопросам посольства Европейского Союза в России, который оценил состоявшуюся встречу как новый шаг к активному взаимодействию посольства Европейского Союза в России напрямую с ее регионами. Несколько лет назад была такая практика у посольства стран Европейского Союза в Москве выезжать за пределом КАДа и организовать такие поездки дипломатов среднего звена, чтобы и те имели возможность познакомиться с другими регионами субъекта Российской Федерации, и чтобы у всех было четкое понимание, что Россия – это не только Москва, а и Санкт-Петербург. Так, по словам советника по политическим вопросам, дипломаты заинтересованы в привлечении экспертов университета к обсуждению различных проблем, стоящих перед Россией и Евросоюзом на пути укрепления взаимодействия. Аделя Шамилова, Ленар Довлетиаров, Универньюс. 16 июня состоялся визит в КФУ АТАШЕ по образованию посольства Испании в Российской Федерации. Как это было, ты узнаешь в следующем сюжете. 16 июня КФУ АТАШЕ по образованию посольства Испании в Российской Федерации Хосе Аурель Янце Виляноева и основатель Центра образования и полилингвального детского сада Балах-Сити Альбина Насырова. Основной темой разговора стало то, что испанский становится одним из востребованных языков, который активно выбирают студенты КФУ для изучения. Стоит отметить, что количество контактов и культурных программ между Россией и Испанией неуклонно возрастает. Уже сейчас изучение испанского языка в Татарстане, в частности в КФУ, поставлено на широкую ногу. Многие студенты в качестве дополнительного образования выбирают язык серванты, сейлорки. Эти молодые люди целенаправленно работают над своей карьерой, ведь языковые знания открывают двери для работы не только в Европе, но и в странах Южной Америки, чей рынок в современных условиях становится особенно привлекательным для России. В ходе встречи состоялось подписание соглашения о дальнейшем сотрудничестве. Диана Шилова, Владислав Михневский, Универ-Ньюс. Сейчас по всей России за рубежом проводится глобальный проект модернизации современного образования, как школьного, так и вузовского. Поэтому этим вопросом уделяется особое внимание. В Институте психологии образования Казанского университета министр образования и науки Республики Татарстан обсудил с магистрантами вопросы подготовки современного учителя. Смотрим. В Институте психологии образования Казанского федерального университета прошла встреча министра образования и науки Республики Татарстан Энгеле Фатахова с магистрантами педагогического направления. На этой встрече обсудили различные вопросы, связанные с развитием современного педагогического образования и то, как сегодня нужно готовить будущих учителей и каким должен быть современный учитель. Сегодня учитель меняет свою миссию. Он сегодня главный воспитатель, учитель, наставник подрастающего поколения. Меняется функция учителя от информирующей, наставляющей, поддерживающей и консультирующей. Энгель Фатахов уже приезжал на открытие центра педагогической магистратуры, где ему были показаны современные лаборатории, аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием. Практика ориентированная центра, где формируется компетенция будущих учителей. Сегодня Министерство образования и Казанский федеральный университет направляют все свои усилия на подготовку современного учителя. Эта встреча была полезна как магистрантам, так и бакалаврам Института психологии и образования. Многие наши магистранты являются учителями-практиками, которые организуют процесс обучения и воспитания в школе. Поэтому их волнуют вопросы, связанные с развитием современного школьного образования, перспективы развития современного педагога, вопросы, связанные с организацией, наставничеством в школах и, конечно же, вопросы социальной поддержки будущих учителей, организации грантов и вопросы их профессионального роста. Система педагогического образования Казанского федерального включает в себя непрерывную образовательную цепочку. Детский университет, IT, лицеем и лицеем Нелобачевского, бакалавриат, магистратура, аспирантура, Центр переподготовки учителей и университет третьего возраста. Напомним, что Казанский федеральный университет вошел в топ-300 лучших вузов мира по данным рейтинга QS в направлении образования. Анна Глазунова, Леонардо Влесьяров, Универньюз. Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ политический гость. Олег Морозов встретился с журналистами и студентами Казанского университета. Чем поделился представитель Республики Татарстан, расскажем в нашем сюжете. Прошедшая накануне прямая линия с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным стала уже некой политической традицией. Подобная встреча проводится уже 15 раз и последний перед предстоящими выборами президента. Свои комментарии по поводу прямой линии с Владимиром Путиным дал журналистам и студентам КФУ член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Пресс-конференция с участием Олега Морозова состояла 16 июня в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. Помимо обсуждения прямой линии с президентом Российской Федерации сенатор дал оценку политической ситуации как в стране, так и на международной арене. Мы никогда не находились в такой сложнейшей внешней ситуации. Вот мы там вспоминаем холодную войну, но так плохо, как сегодня, не было никогда. В том смысле, что нас действительно просто обладают, нам пытаются опрокинуть все наши крупные международные проекты, Северный поток, Южный поток, Альга, большая социально-экономическая перспектива. Этими санкциями пытаются отрезать нас от современных технологий. Не обошлось и без вопросов аудитории. Представители СМИ Казани интересовались различными вопросами. От Навального и митингах до принятого проекта в Москве о реновации жилья. Подумать о том, чтобы этот проект был не только московским, но и был тиражированным на другие субъекты страны, можно, но нужно учесть многие нюансы. Поэтому для регионов эта проблема, во-первых, связана с тем, что нужно, чтобы этот опыт был как-то опробирован, а второй вопрос – это, конечно, цена. Цена вопросов – потянем, не потянем, найдутся ли деньги, придет ли инвестор, ну, целый ряд других проблем, которые тащат за собой этот проект. Елизавета Евтифеева, Ленар Довлетяров, Универньюс. В инжиниринговом центре КФУ прошла ночь науки. На мероприятии было представлено 20 площадок. Школьники и их родители прошли обучение в школе туриста. Здесь они узнали, как завязывать крепкие узлы, укладывать туристический рюкзак и как правильно сходить в научный поход. Все подробности смотри далее. В инжиниринговом центре КФУ прошла ночь науки. Преподаватели молодые исследователи института КФУ представили различные научные сферы и достижения. Несколько лет подряд мы проводим в городе ночь музеев, приглашаем наши музеи. И вот первый раз, благодаря руководству, сотрудникам Номережничьининского института КФУ проводится ночь науки. Поэтому хотелось бы и хочу сказать большие слова благодарности в адрес руководства Лишня Махмуд Мастудович вам. Гости получили сувениры от набережи Челнинского института КФУ, распечатанные на 3D-принтере. Каждый получил яркие эмоции, незабываемые впечатления и заряд положительных эмоций. Это все события на сегодня. С вами была Анна Глазунова. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok